ПУТИНСКИЕ АГИТАТОРЫ Соловьевы, Киселевы и Ижи с ними. Озлобленная Европа нападает покамест на Россию не оружием, но ежедневной бешеной клеветою. Конституционные правительства хотят мира, а молодые поколения, волнуемые журналами, требуют войны. Так Пушкин в письме к Бенкендорфу ругал окаянную Европу за несправедливые, по его мнению, нападки на безгрешную матушку Россию. На дворе стоял июль 1831 года. А как перекликается это с сегодняшним днем? 200 лет прошло, но до сих пор в России поносят Европу, на чем свет стоит, а себя считают обиженными и оболганными западным миром. Того, что Пушкин – светоч русской поэзии, конечно же, никто не отрицает. Но к этому званию можно добавить другое, не менее громкое. Александр Сергеевич был еще и знатным великодержавным шовинистом. Трансформация поэта и звальнодумца, дружного с декабристами, в певца российского империализма на службе царя произошла, казалось бы, в одно мгновение. Дело в том, что 10 сентября 1831 года в Санкт-Петербурге была отпечатана брошюра под названием «На взятие Варшавы», в которой были опубликованы два ура-патриотических стихотворения Пушкина, а также воинственный стих Василия Жуковского. Все три текста прославляли доблести русского мира, одержавшего победу над взбунтовавшейся Варшавой, вздумавшей отколоться от России и обрести независимость. Это как если бы сегодня Пушкин написал восторженную оду про аннексию Крыма. Публикация всколыхнула русское общество сверху донизу. Литератор Николай Мельгунов писал о Пушкине. Он мне так огадился как человек, что я потерял к нему уважение даже как к поэту. Критик Виссарион Белинский считал, что стоило Пушкину написать только два-три верноподданических стихотворения, чтобы вдруг лишиться народной любви. Князь Петр Вяземский по отношению к стихам сборника запустил крылатое выражение «шинельная ода», сравнив Жуковского и Пушкина с чиновниками-вершеплетами. Бывший декабрист Григорий Римский-Корсаков писал, что после выхода в свет оды Пушкина он отказывается приобретать произведения русского парнаса. Интересно, что заставило вольнодумца Пушкина предать свои идеалы? Был ли у поэта политический заказ? Кто дал самый достойный ответ шовинисту Пушкину? Об этом и многом другом не менее интересном смотрите через несколько секунд. Друзья, присоединяйтесь к нашему сообществу на Патреон и смотрите большинство премьер до официальной публикации. Плюс ваше имя появится в титрах очередных выпусков. Ссылка на экране, в описании и первом комментарии. Высказывания Пушкина на политические темы в более ранние годы были неотделимы от его эпатажного поведения. Декабристы, зная характер и фривольную репутацию поэта, относились к нему довольно настороженно. Кстати, на прямые призывы к большей гражданственности в поэзии Пушкин не очень-то отвечал. Хотя спустя всего лишь несколько лет вдруг разразился уропатриотической фанфаронадой против злобного Запада в духе сегодняшнего российского победобесия. Вы грозны на словах, попробуйте на деле. Иль старый богатырь, покойный на постели, не в силах завинтить свой измаильский штык? Иль русского царя уже бессильно слово? Иль нам с Европой спорить ново? Иль русский от побед отвык? Иль мало нас? Иль от Перми до Тавриды, от финских хладных скал до пламенной колхиды, от потрясенного Кремля до стен недвижного Китая, стальной щетиною сверкая не встанет русская земля? Это фрагмент стихотворения «Клеветникам России» из брошюры «На взятие Варшавы», поводом для написания которого явились призывы депутатов французского парламента к вмешательству в военные действия против русской армии на стороне польских повстанцев во время Варшавского восстания 1830-1831 годов. В царстве польском, входившем в Российскую империю, существовало огромное недовольство властью русского царя Николая I, который нарушал польскую конституцию, ограничивал деятельность Сейма, ввел цензуру и подавлял всяческие проявления национальной жизни. Успех французской революции, во время которой была свергнута династия Бурбонов, вдохновил поляков на собственное восстание. Сейм провозгласил лишение Николая I польского престола, а польская армия стала готовиться к защите независимости государства. Естественно, российский император направил свое войско для усмирения поляков. Во французской палате депутатов в это время стали выступать с пламенными речами, призывая помочь Польше в противостоянии с Россией. И именно в эти дни закончился Пушкин-вольнодумец, и появился другой Пушкин – великодержавный шовинист. Это ярчайший пример того, как российский либерал заканчивается на национальном вопросе. Однако тут есть один малоизвестный факт. Оказывается, в том же 1831 году Пушкин поступил на государственную службу. Стихотворения «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина» были созданы на заказ и одобрены лично императором Николаем I. По указанию государя, зарплата Пушкина была увеличена до 5000 рублей в год, что в семь раз превышала официальный оклад чиновника его ранга. И хотя Пушкин числился камер-юнкером, в подлинном военно-судебном деле о дуэли с Дантесом, Пушкин именуется как камергер, что соответствует чину генерала. И вот этот вот генерал, в ответ на пламенные речи французов о помощи варшавскому восстанию, прямо заявляет о том, что Европа не имеет права вмешиваться в семейный, в кавычках, спор России и Польши. О чем шумите вы, народные витии? Зачем анафемой грозите вы России? Оставьте, это спор славян между собою, домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою. Оставьте нас, вы не читали сии кровавые скрыжали, вам непонятно, вам чужда сия семейная вражда. Далее Пушкин пишет о том, что это, мол, Франция хочет на самом деле поквитаться с Россией за поражение Наполеона. За что ж, ответствуйте за то ли, что на развалинах пылающей Москвы мы не признали наглой воли того, под кем дрожали вы? За то ли, что в бездну повалили мы тяготеющий над царствами кумир и нашей кровью искупили Европы вольность, честь и мир? А в заключении поэт предупреждает французов о последствиях агрессии против интересов России. Так высылайте же нам витии своих озлобленных сынов. Есть место им в полях России среди нечуждых им гробов. Вот так выглядела российская победобесия образца 19 века в исполнении госслужащего Пушкина. После того, как варшавское восстание было усмирено российскими войсками, Александр Сергеевич решил позлорадствовать по поводу гибели польского государства, а вместе с ним и надежд других славянских народов на свободу. Из стихотворения «Бородинская годовщина» Ступайте ж к нам, вас Русь зовет, но знайте, прошенные гости, Уж Польша вас не поведет, через ее шагнете кости. Сбылось, и в день Бородина вновь наши вторглись знамена В проломы падшей вновь Варшавы, и Польша, как бегущий полк, В опрах бросает стяг кровавый, и бунт раздавленный умолк. «Победа! Сердцу сладкий час! Россия, встань и возвышайся! Греми, восторгов, общий глаз!» В общем, и бла-бла-бла, и бла-бла-бла. Князь Петр Вяземский в записных книжках писал «Народные витии, имея в виду французских депутатов, могли бы отвечать ему, Пушкину, коротко и ясно. Мы ненавидим, или лучше сказать, презираем вас, потому что в России поэту, как вы, не стыдно писать и печатать стихи, подобные вашим». Ярчайший же ответ на публикацию шовиниста Пушкина дал польский поэт Адам Мицкевич в стихотворении под интересным названием «Друзьям-москалям». «А кто поруган злей? Кого из вас горчайший и жребиев постиг края неуклонно, и срамом орденов, и лаской высочайшей, и сластью у крыльца царева бить поклоны? А может, кто, триумф жестокости монаршей, в холопском рвении восславить ныне тщится? Или топчет польский край, умывшись кровью нашей, и будто похвалой проклятиями кичится?» Пушкин был задет этим стихом заживое. Знаменательно, что в 21-м столетии в пейзаже русского мира украинцы заняли то самое место, которое в 19-20 веках было отведено полякам. Русский шовинизм – это не та маленькая слабость, на которую можно не обращать внимания, потому что обратная сторона этой слабости – та внутренняя несвобода, с которой готов смириться русский народ, при условии, что он верит в то, что матушка Россия – самое главное в мире. Эту закономерность подметил еще Александр Герцен. Герцен – часть другой традиции – критики российского империализма, который принадлежал и объявленный сумасшедшим Петр Чаадаев, и отлученный от церкви Лев Толстой, и изгнанный в эмиграцию Александр Галич, написавший в 1968 году по поводу чехословацкого восстания. Граждане, отечество в опасности, наши танки на чужой земле. Русская нация больна. Она больна в том же смысле, что и немецкая, которая в 1930-х-40-х не устояла перед соблазном нацизма. Эта болезнь отнюдь не новое и не маргинальное явление. Она угнездилась в самой сердцевине русского менталитета и воспроизводится из поколения в поколение. Спасибо за внимание! Больше материалов смотрите на сайте хрендяблики.ком Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, поддерживайте автора на платформе Patreon, и ваше имя появится в титрах очередного ролика. Всем добра и здоровья! Субтитры подогнал «Симон»!